живем ли мы во вселенной состоящей из множества вселенных и возможно ли что параллельные измерения являются частью нашей повседневной реальности ученые обнаружили первое доказательство существования параллельной вселенной и это может еще больше намекнуть на то что наша реальность сильно отличается от того что мы предполагали ранее в мультивселенной возможности времени миров могут сливаться и мы даже можем сами создавать мир и своими решениями и мыслями возможность существования параллельных миров и времен волнует науку не меньше чем голливуд фильме когерентность ничто не случайно группы друзей переживают странные вещи пока мимо земли пролетает комета влияние кометы открывает ворота к восприятию других реальностей и собравшимся людям это преподносится в довольно вопиющей форме им приходится осознать что они одновременно существует и в других мирах и временах они пытаются докопаться до сути тайны и с ужасом обнаруживают что скачки в измерениях это обычная часть их повседневной жизни которые они обычно не подозревают в квантовом мире именно так и происходит эксперименты демонстрирующие эти завораживающие явления сегодня знакомы практически каждому код шрёдингера и друг вигнера два таких мысленных эксперимента который кажется абсурдными но при этом основаны на реальных выводах из квантовой механики оба эксперимента показывают что наши решения могут переносить нас в бесчисленные параллельные миры и что реальность не так четко определена как нам кажется еще одним высоко оцененным фильмом преодолевшим границы между документалистикой развлечением стал фильм 2007 года параллельные миры параллельной жизни марка эверетта сына хью эверетта третьего легендарного квантового физика которому мы обязаны многомировой интерпретации реальности бесчисленные измерения руперта эверетта поверишь ли ты мне если я скажу что все мыслимые вариации твоей жизни существуют в дополнительной вселенной для хью эверета третьего эти выводы стали неизбежными в течение 1950-х годов его собственные эксперименты а затем и новейшие исследования в области квантовой механики привели мыслителя к тому что в 1957 году он предложил свою многомировую интерпретацию объяснение реальности предложено эвереттом объединила некоторые самых известных парадоксов и некоторые неоднозначности квантовой механики теория эверета предложила радикально иной взгляд на то как можно интерпретировать кажущиеся безумными события на квантовом уровне многомировая интерпретация предполагает что все возможные альтернативные истории и будущие реальны и существуют одновременно в огромной мультивселенной миров таким образом концепция эверета контрастировала с копенгагенской интерпретации квантовых систем здесь исследователи предполагают что хотя в квантовом пространстве существует несколько возможностей только один из этих вариантов когда-либо становится реальностью мы решаем какой именно через наши измерения а также через ожидание настроение чувства и решения в теории многих миров измерения наблюдателем не происходит в классическом смысле вместо этого в каждом квантово-механическом взаимодействии каждый возможный вариант реализуется в своем собственном мире а это значит что внутри мультивселенной должно существовать бесчисленное множество параллельных миров если рассмотреть эту идею в повседневной жизни то она может выглядеть следующим образом ты просыпаешься утром потому что срабатывает будильник перед тобой стоит решение поспать еще пять минут или сразу встать в мире в котором мы живем это решение кажется тривиальным но в теории множество миров она приводит появлению двух совершенно разных вселенных во вселенной а ты встаешь сразу и это решение заставляет тебя начать день немного раньше что запускает целую цепочку событий выйдя из дома раньше ты можешь попасть на работу до того как появятся пробки успеть на важную встречу и еще успеть убедить босса в своей идее такая цепочка событий может положительно сказаться на твоей карьере во вселенной b ты проспишь еще пять минут въедешь в пробку и прибудешь на совещании с опозданием на несколько минут твоя конкурентка уже взяла слова и представила свою идею раньше твоей поскольку твоего босса теперь тоже сложилось негативное впечатление о твоем опоздании это имеет далеко идущие последствия для твоей карьеры здесь становится ясно что сон в течение пяти минут может создать совершенно другой мир совершенно другими жизненными событиями если это предположение верно то каждое повседневное решение будет кардинально влиять на нашу жизнь теперь давай еще раз посмотрим на различия между моделью эверетта и копенгагенской интерпретации эверетт считает что ты существуешь во вселенной а и b одновременно не осознавая этого копенгагенская интерпретация квантовой реальности с другой стороны пришла бы к выводу что та реальность которую ты осознанно переживаешь реализована остальные остаются как неопределенные потенциалы в квантовом пространстве вопрос о том насколько вероятно что каждое наше решение приводит к образованию другой вселенной или же ответвление происходит только в ключевые моменты остаются открытыми по сей день вот тебе и параллельные миры квантовой механики остается еще один волнующий вопрос а именно где находятся эти параллельные миры и можем ли мы их осознавать мы с тобой живем в параллельных мирах интересный факт который снова и снова затрагивает миллионы людей это эффект манделы его часто используют для подтверждения возможности того что все население этого мира время от времени путешествует в других измерениях или что два или более миров существует бок о бок можешь не сомневаться что ты сам подвержен влиянию хотя бы одного из этих перцептивных феноменов название эффект манделы происходит от всемирного феномена когда большая часть населения считала что нельсон мандела умер в тюрьме в 1980-х годах на самом деле мандела был освобожден и даже стал президентом юар перед своей смертью в 2013 году удивительно насколько тысячи или миллионы людей были уверены в том что мандела мертв в их реальности новость о смерти мандела как бывшего президента вырисовывалась как призрак они недоумевали как могло случиться что мандела умер если он был мертв еще с 1980-х годов сейчас по всему миру существует сотни примеров эффекта манделы и похоже их количество постоянно растет среди других примеров которые наверняка затронут тебя персонаж звездных войн си 3 пи о государство новой зеландии и игра монополия миллионы фанатов звездных войн помнят что дроид си 3 пи о был абсолютно золотым на самом деле у си 3 пи о всегда была серебряная нога что удивило многих фанатов когда именно это указали расположения Новой Зеландии также вызывает восторг где бы ты спонтанно сказал что этот остров расположен к югу или к северу от Австралии некоторые люди помнят что новая зеландия находится к северо-востоку от Австралии когда на самом деле это юго-восток это географическая дезинформация настолько распространена что также привела к предположению что Новой Зеландия, возможно, находится к северу от Австралии в другом мире. Ты наверняка знаешь фигурку из монополий с моноклем. Разница лишь в том, что у дядюшки Пеннифартинга нет монокля. Тем не менее, миллионы поклонников игры уверены, что в детстве видели игровые пачки с черной фигуркой Пеннифартинга с моноклем. Теперь мы покинем мир перцептивных феноменов и теоретических квантовых экспериментов и посмотрим, какие существуют осязаемые доказательства существования мультивселенной. Доказательства. Множественные вселенные возможны. Хотя звучит невероятно, что каждое принятое нами решение катапультирует нас в параллельные миры, а астрофизика уже давно доказала, что другие вселенные могут существовать. Теперь исследователи нашли явные доказательства этого в космосе. Эти другие вселенные не обязательно должны быть параллельными мирами. Мультивселенная может породить множество различных вселенных. В некоторых из них могут быть совершенно иные условия, чем во вселенной, которую мы называем домом. Например, возможны вселенные, которые были созданы и существуют друг за другом и бок о бок. Ученые смогли доказать, что большой взрыв теоретически мог создать несколько вселенных. А британский исследователь сэр Роджер Пенроуз представил стройную работу, согласно которой наша вселенная циклична и произошла от вселенной предшественницы. Пенроуз основывал свою работу на изучении космического микроволнового фона. Космический микроволновый фон – это самое древнее электромагнитное излучение, которое, как утверждается, возникло вскоре после Большого взрыва. Поэтому его считают первозданной матрицей Вселенной, которую можно наблюдать и сегодня. Пенроуз и его команда обнаружили в матрице концентрические круги, которые можно интерпретировать как математическое доказательство существования предыдущей Вселенной. Эти круги могут происходить от черных дыр из более ранней Вселенной. Космический телескоп Джеймс Уэбб недавно обнаружил загадочные черные дыры, которые настолько стары, что должно быть существовали еще до Большого взрыва. Это может стать первым видимым доказательством теории Пенроуза. Возможность Большого взрыва, сформировавшего несколько вселенных, также была выведена из космического микроволнового фона. И снова вычислительным доказательством послужили специфические паттерны. Астрофизик Лаура Мерсини Хоутон, известный эксперт в области теоретической физики и исследований мультивселенных. Будучи профессором Университета Северной Каролины в Чапелл-Хилл, она опубликовала несколько работ, в которых приводятся доказательства существования других измерений Вселенных в структуре космоса. Мерсини Хоутон считает, что наша Вселенная не может существовать изолированно, а является частью гораздо большей мультивселенной. Неизмеримой коллекции Вселенных, которые существуют рядом, поверх или внутри друг друга. Эти Вселенные не просто пассивные соседи, они взаимодействуют друг с другом. Некоторые измерения миры могут располагаться внутри нашего и, возможно, влиять на нас, при этом мы даже не осознаем этого. Мерсини Хоутон также опирается на некоторые аномалии внутри космического микроволнового фона. В качестве доказательства она привела так называемый темный поток. Это ранее необъяснимое, когерентное движение скоплений галактик, которое неоднократно интерпретировалось как возможная сигнатура гравитационных сил других Вселенных. Эта же исследовательница придумала принцип отбора в мультивселенной. Проще говоря, эта идея гласит, что наша Вселенная со всеми ее физическими константами и законами природы была выбрана для того, чтобы породить жизнь, подобную нам. Существуют теории, которые развивают эту идею и говорят, что наш космос был создан специально для нас людей и что мы даже можем быть сотворцами главных героев. Захватывающая идея. Хотя теории Лауры Мерсини Хоутон основаны на солидных теоретических расчетах и подкреплены интерпретацией реальных космологических данных, они остаются, как и другие теории о параллельных мирах, чистой спекуляции. В целом, реальных измеримых доказательств в существовании других Вселенных становится все больше. Почти кажется, что постепенно зарождается новое понимание и новое мировоззрение. Даже в пустотах, в самых больших пустых пространствах во Вселенной, исследователи лишь недавно нашли доказательства столкновения нашей Вселенной с другой. Коварные пятна предоставили доказательство наличия космического рубца, образовавшегося в результате столкновения. Стань подписчиком прямо сейчас и следи за всеми новыми видео.